Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 47-й главе книги пророка Иеремии. 47-я глава продолжает те пророчества об иных народах, которые начались в 46-й. И здесь пророчество, обращенное к филистимлинам, собственно, к палестинцам, жителям, скорее всего, выходцам из островов Средиземного моря. По большому счету, этническая их принадлежность не слишком очевидна. Весьма вероятно, что это были люди греческого языка. Ну вот, к этим людям обращается Бог в те же самые времена, когда Иерусалим разрушен и караваны пленных увидены в Вавилон. Другие иудеи бегут в Египет. В это время войска Новохудоносора наступают с севера через Палестину на Египет, через Израиль на Египет, и Палестина здесь же по дороге. Вот Господь говорит, как воды поднимаются с севера и потопят землю, и все, что наполняет ее. Вот такая вот стихия, слепая, безликая и, в общем, бессмысленная, мы увидим не раз в самых непохожих друг на друга контекстах библейских. Вот это вот отношение к истории как к стихии, к этим всем бесконечным походам и завоеваниям. Ну вот, неуправляемая, слепая, с огромной силой сметающая все на своем пути. Ну да, вероятно, царь Новохудоносор в этот момент думает о том, что он там направляет ход истории. А на самом деле это просто вот такой вот цунами, цунами, стихия. И дальше Господь говорит о том, что когда эти воды с севера, войска Новохудоносора достигнут Палестины, отцы не оглянутся на детей своих, руки у них опустятся, потому что это будет день, который придет истребить всех филистимлен. Вот это день посещения, день, который будет. Обратите внимание, что филистимлены там верят в каких-то своих богов. И бог Израилев для них, грубо говоря, никто. И если иногда они, может быть, о нем и думают, ну как о одном из богов соседних, соседнего народа. Но это с их точки зрения. А с точки зрения бога такой же народ, как все остальные. И поэтому его тоже посещает бог. Его тоже посещает бог в день посещения, когда на всю землю, в первую очередь на Израиль, а по факту на всю землю грядет вот это присутствие бога. Вот этот день, который придет истребить всех филистимлен, отнятия Тиро и Сидону, всех остальных помощников. Вот этот день посещения, день гибели, даже для людей, которые не думают о боге, просто потому, что бог-то настоящий. Их, палестинские, все остальные боги, это все выдумки, идолы. А бог настоящий, он один. И поэтому ты никуда от него не скроешься, даже если ты не хочешь его чтить. Но он реальный, он действует. И поэтому все равно его вмешательство, его посещение и в судьбу этого народа тоже совершается. И меч Господень будет посекать, потому что Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского. Как тебе тогда успокоиться? Что ты будешь делать, если бог реальный? И его действия, так сказать, руками вавилонин, вот эта вся стихия мировой войны, это реальность, от нее никуда не денешься. Все равно тебя посетит день посещения. Единственное, что можно, что возможно, сделать это, принять сознательно, как Израиль, чего, впрочем, Израиль тоже не хочет. Но тем не менее, вот что богу все эти народы? Почему? И для них тоже это становится катастрофой. Нельзя сказать, чтобы здесь у Иеремии был ответ на этот вопрос. Но тем не менее, вот он свидетельствует, что в данном случае в водоворот исторической стихии и филистимляне тоже оказываются вовлечены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok